слава украине привет всем от полонского ребята пару слов про израиль ну понятно что больше интересует сейчас украина но дело в том что проблема израиля и проблемы украины они очень и очень как говорится похоже как оказалось особенно проблемы так называемых ухлянки в которых вот мы всегда кричали что в украине есть а в израиле нет ну друзья мы это не то что не так это это совсем не так там вот очень интересный момент смотрите в израиле есть целая когорта людей их приблизительно 20 процентов населения ухлянки самые настоящие ухлянки которые косят от армии которая нихрена не платят ну или почти скажем так далеко не все платят налоги вот так все-таки обобщать совсем не надо которая в большинстве своем не служит в армии в большинстве своем не хотят или не платят налоги в большинстве своем просто байдыкует нихрена не делают а только пользуются деньгами тех кто там работает вот и вы удивитесь это евреи это не арабы да арабы кстати интересный момент израильские арабы бедуины черкесы друзы и так далее в основном работают платят налоги друзы например служат в армии до бедуины тоже служат в армии арабы не служат хотя бывают отдельные случаи вот а что касается евреев там 20 процентов уже говорят больше 25 процентов уж у них очень высокая рождаемость ухлянки вот ухлянки по значит там называются харидим это так называемая черношляпники или ультра ортодоксы вот они и есть самые настоящие ухлянты да в нашем понятии в украинском понятии это ухлянты которые не служат армии не хотят работать не платят налоги а значит в чем там прикол согласно еврейской вере вот они поступают в ешиву то есть они не учатся в обычных школах они живут своим миром полностью оторваны от государства часть из них вообще это государство не признает только жрут и пьют за его счет но не признают вот и живут своим миром свои школы и вот что с а вот это очень интересный момент значит школа называется ешива и там значит они знаете во сколько поступают учиться вот где-то в пять или шесть лет что-то такое да вот сидят там значит учат тору а знаете когда они заканчивают когда отправляется на тот свет то есть уже до конца жизни они то вот это учатся ходит туда учиться учат тору учат там еще что-то такое вот типа этого же вот и всю жизнь как говорится сидят там стоп но если они сидят там то кто-то должен вот этого пассажира кормить поить одевать ну да кто то что уже туда есть пожертвования соединенных штатов и так далее но а значит в общем и целом они конечно очень серьезно раздевают израильский бюджет и поскольку да тут еще один момент надо в израиле чтобы вы понимали правая и левая партии плюс-минус не вдаюсь там в подробности в израиле имеют плюс-минус одинаковое приблизительно количество избирателей и вот на выборах вот у этих вот бездельников которые да с черными шляпами ходят значит они у этих вот товарищей у них как бы золотая получается золотая акция в кнесете в их парламенте да то есть получается как тех и тех одинаково и вот за кого вот эти черношляпники будут голосовать в кнесете вот тот и получает золотую акцию тот и сформирует правительство обычно это получает лучше у правых и вот тут самое интересное поскольку у них в меньшинстве но они обладают кажется золотой вот этой вот акции они что делают они выкручивают государству руки и вы выбивают себе всякие няшки вкусняшки да то есть получается они выбивают деньги на свои и шивы выбивают деньги на свое прожитье короче говоря делают так чтобы они не служили в в армии да 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 вот 20 процентов или уже наверно 25 процентов официальных ухляньки в армии они не служат и вот в израиле общество это собственно говоря большей части таши их кормит вот большей части общество это немного поднадоело и вот принято решение там сначала к несу там о том что товарищи из ешив должны служить а те ешивы где они служить не будут значит они останутся без государственного обеспечения упс государство скидывает шеи кровосисий как говорил помните киле азиров до кровосисий кровосисий говорят скинулись шею но кровосисий моментально подали на суд вот их не устраивает что им придется как всем остальным служить в армии або еще не дай бог придется работать вообще катастрофа тогда как же тур учить вот и они значит подают в суд у них там называется богатс вот богатс там крутил мутил мутил крутил вчера вынес решение пошли вы нафиг говорит будете служить в армии как все упс и значит уже сегодня там у них траур траур это государство умерло да вот у них газеты сейчас выходят это государство умерло она больше не жизнеспособная а кто же будет молиться с утра до вечера знаете вот вот эти вот а товарищи вот этих оригин я я не хочу опять на всех нагнать но я говорю когда я их упоминаю я говорю о большей части потому что есть конечно там есть определенное количество которые служат в армии меньшинство явное меньшинство но они есть да это надо признать ну мы говорим сейчас о большинстве вот ой катастрофах тоже будет молиться кто же будет как говорится вот знаете их участие в судьбе там государства израиль приблизительно такое же как участие коли котлеты в сопротивлении московской агрессии да вот он сначала помните как он он точно как вот израильски это черношляпки нужен у них и научился может он из них вообще мы выход вы вышел да вот он сначала останавливал российские танки помните где он не давала выйти на пляже таиланда помните види действительно это ему удалось потому что ни один российский танк до тайландских пляжей туда не дошло дал это все благодаря коле котлету потому что он там стоял насмерть а потом он насмерть защищал ужгород вы видели хоть одного российского оккупанта у ужгорода О, не видели, это потому что там Коля Котлета тоже насмерть встал, помните, в военной форме, да, и так стоял, что там вообще страшно было, русские до Ужгорода, короче, не дошли. Вот, приблизительно так же вот эти вот так называемые харидимы в Израиле вот защищают родину, вот как Коля Котлета, братья-близнецы, вот, они, значит, молятся, а пока все остальные воюют. И потом говорят, это же мы намололи, намолили, намолули, неважно, мы намолули, говорит, вы победили, это все наша заслуга, а вы вообще лохи, там в танке сидели, ну дураки, мы же мололи, молули, молились, мололись, вот, а вы только поэтому и победили. Вот, эти времена проходят безвозвратно, теперь получается у них такая вот дилемма, или идти в армию и не быть ухлянтами, или, соответственно, как говорится, и лезть в танк при этом, вот, то есть возвращаться с Мальдивов, да, или из Ужгорода вернуться надо будет, да, или второй вариант вернуть, оставить, остаться без гособеспечения, без бабла. Помните, как Коля Котлета, кстати, визжал, оставьте мне ни кажи гроши, на что ж я житый буду, харчуватый снимай, да, вот, бедного что же там, что-то конфисковали, вот, такие они, духовные братья, как говорится, вот, по отцу или по матери, хрен его разберешь, но вот такая вот революция произошла в Израиле, такого вот, сколько там государств существует, лет уже 80, наверное, да, такого никогда не было. Коли Котлеты там всегда сидели, ну, вот эти, да, вы меня поняли, с пейсами, они всегда сидели за спиной других и бодро рапортовали о своих успехах за государственный счет, вот, теперь государственный счет отвалился. Коля Котлета на мели.